Приветствую вас! Как вам быть зависит от того, значит, чего вы хотите. То есть, если вы хотите семью сохранить, то нужно анализировать ваши отношения, определять причину и момент, точку отсчета, в которой такое поведение вашего мужа начало. Более подробно изучать вашу позицию, более подробно изучать его позицию и так далее. То есть, нужна работа, ну не анализ. Без работы, без анализа вряд ли можно говорить о том, что ситуация как-то разрешится. Хотя бы потому, опять же, что у мужчины, у вашего мужа, модель поведения устоялся. То есть, он делает так уже не первый раз. И, скорее всего, он будет это делать еще и еще. То есть, мало того, что он делает это не первый раз, так он это делает не последний раз. И чтобы мы вам здесь не говорили, его поведение не изменится, потому что его все устраивает. Значит, нужно сделать так, чтобы ваш муж не перестал все устраивать. Нужно сделать так, чтобы ваш муж почувствовал, что ситуация выглядит так, как ему не нравится. Нужно, чтобы ваш муж почувствовал, что вы идете строго к своим целям, строго к своим интересам. Вот. Значит, нужно, чтобы мужчина просто-напросто ощутил, ощутил, что вы не готовы больше терпеть такое его поведение. Но при этом нужно понять, что он видит и разобрать ту проблему, которая толкает его так поступать. Ведь мужчина, обращая вину на вас, получается, или безитор ответственности, или боится чего-то, или обида у него определенная на вас опять же есть. То есть нужно понять, что им видит. И вот когда будет понятно, что им видит, вот тогда уже можно будет говорить о том, что делать вам, что делать вам, что лучше вам сделать в этой ситуации. Потому что пока, пока, ну, нельзя говорить о том, что вам делать просто потому, что не ясны все основные причины, по которым мужчина так себя ведет. Кстати, а почему вы ссоритесь с ним вообще? Вот вы говорите здесь о том, что, значит, при каждой ссоре мужчина переворачивает и делает так, что во всем виноватый я. А почему ссоритесь? Какая причина ссор? Может быть ссориться не надо? Потому что его поведение напоминает классическую защитную реакцию. В этом тоже нужно подумать. Какие общие критерии ваших ссор? По поводу чего вы ссоритесь? По поводу чего возникают конфликты? Попробовать эти конфликты разрешить посмотреть их природу, определить субъективную, объективную сторону конфликтов. И тогда уже выработать стратегию по их преодолению. Я думаю, так можно будет тоже вам поступить. Но это работа. Это работа с психологом. Если вы захотите, то можете выбрать любого и начать с ним прорабатывать, устанавливать и гармонизировать ваши отношения к браке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok